Спойлер! Недавно побывал в очень большом южном питомнике. Это один из самых интересных питомников по ассортименту, да и не только, в которые я захаживал. Зашел абсолютно случайно. Про это и ролик. С ценами, с ассортиментом, с девочками. В общем, как вы любите. Ну, или я люблю. Ну что, погнали? Погнали. Друзья, всем привет! Смотрите, гуляя по Геленджику, на какой огромный я питомник наткнулся. Давайте сейчас постараемся что-нибудь поснимать. Их цены, их ассортимент. И, может быть, даже с кем-нибудь пообщаемся. Какие деревья огромные! 28 67 Надо кого-нибудь найти. Где хоть одна девочка? Здравствуйте! Добрый день! Можно вас немножечко поснимать? Ваш ассортимент, цены? Спасибо большое! А как вас зовут, кстати? Меня зовут Алина, я продавец Ландшафт Про. Может быть, пару вопросиков вам? Да, пожалуйста! Как называется ваш питомник? Ландшафт Про. Ландшафт Про? А что значит Про? Про это потому, что мы занимаемся отделением под ключ. От автополива, дизайна до полностью обслуживания участков. То есть профессионалу в своем деле? Мы 11 лет на рынке, мы знаем свое дело. Может быть, небольшую экскурсию по своему садовому? Да, пойдемте, пожалуйста. Ого, ничего себе, спасибо. Про ассортименту, может быть, немножко? Здесь у нас, как правило, участок солнечный. Здесь представлены солнечные растения, которые хорошо себя чувствуют на ярком солнце в нашем климате. Это могут быть и вечно зеленые лиственные, и хвойные растения, от кипарисов до падубов. То есть это и пустовые, и деревья, и цветущие. Вот сейчас засветает олеандр. Как еще раз? Олеандр. Это что такое вообще? Это вечно зеленый, не листопадный кустарник. Он у нас, как правило, не зимует, но его хорошо выращивать в кашпо. Мы об этом тоже предупреждаем покупателей. Пожалуйста, дальше. Кроме декоративных лиственных, у нас еще есть... Подождите, я не успеваю за вами. Кроме декоративных лиственных, что еще есть? Плодовые растения. Плодовые. И что тут? О, самшит такой шикарный. Они разные бывают же? Да, они бывают разные. У нас есть представлены в виде пирамид. Это топиарные формы. Вот еще там бывает форма на ножке с кульчаным столом. Тоже самшит, да? Плодовые, да. Пойдемте. Здесь большая часть растений уже продана, стоит на отгрузку, готовится, когда их заберут. Это также вечно зеленые растения. Кустовые формы. Есть вот из плодовых у нас помидорки. Такое тоже у нас бывает. Помидорки это не плодовые, по-моему. Помидорки, это же кустовые плодовые. А, да? Ну ладно. Самые настоящие. Это что у вас тут такое? Это у нас территория, площадка чисто для плодовых деревьев. Это может быть инжир, перец, вишня, виноград, гранат. Все штамбовой формы, то есть это компактные растения, которые можно высаживать до 25 штук на сотку. Уже даже с плодами, да? Да, они все плодоносящие от 3 до 5 лет. Можно я цены поподсматриваю? Да, пожалуйста. Отличительная особенность данных деревьев, что они уже укорененные. То есть это не копанные, они выращены в горшках, что очень благоприятно сказывается на приживаемости растений. То есть такое легче приживется? Да. Однозначно лучше писать. А открытый грунт вы продаете? Открытый грунт нет. Ой, не открытый грунт, а открытую корневую систему. Нет, мы не занимаемся открытой корневой. Это инжир? Да. А вы сами выращиваете или перепродаете? У нас питомник под реализацию. Мы закупаем растения, которые хорошо чувствуют в нашем климате и продаем уже непосредственно здесь. То есть не выращиваете, а перепродаете? Да. Вот даже более интересно. Может быть по культурам какие больше пользуются спросом? Сейчас вы же перепродаете, значит вы знаете, что нужно покупать. Да, больше спросом пользуются непосредственно декоративно-лиственные, вечно зеленые. Например? Так как тут лето постоянно. Ну, здесь все листоп... Ну, вот кипарисовик Лейланда варигата. Это вечно зеленые, не листопадные, хвойные. Очень красивая хвоя. Отличительная особенность, что она пестрая. Ой, я думал, это она выгорает. Нет, это у нас мы впервые привезли в этом году. Так задумано? Такой сорт, да? Да. По ассортименту мы примерно знаем, что тут должно зимовать. Это и возим. Так, а из цветочной продукции? Из цветочной продукции, если это однолетние культуры, то это рассада. Рассада сейчас уже, к сожалению, отходит, потому что сезон уже заканчивается в высадке рассады. Это может быть петуния цветущая, это могут быть цинерарии нецветущие. Привозим также либо солнечные растения, либо теневые. При покупке покупателей предупреждаем, что где должно расти и как оно себя будет вести. Цветочные у нас на входе будут стоять на телегах. А сейчас у нас получается июль, да, уже? Цветочные вы еще продаете до сих пор или почему они у вас есть в продаже? Рассада еще осталась в наличии, но, как правило, она продается с конца апреля по июнь. Когда они слишком жарко, они хорошо приживаются, так как это маленькие. У цветочных однолетних растений век краток, но ярок. Да. То есть они цветут весь сезон, но цветут только один сезон, один год. Поэтому их покупают, когда еще не жарко по ночам. То есть это получается у вас то, что осталось? Это то, что осталось. По сути, не продалось или? То, что осталось и ждет своего покупателя. Ну, еще ждет. Да, они продаются у нас с кассетами пополовину, либо целыми. Бархатцы. Лаванда это уже из многолетних растений. 600, правильно? Да. Цены все актуальные на сегодняшний день? Цены все актуальные на сегодняшний день, да. Ведет меня куда-то в уголок, в тенек. У вас огромная площадка. Да, да, мы стараемся. Такая, заблудиться можно. Стараемся, расширяемся. Ну, смотрите, сейчас сезон, да, у вас сезон растянутый получается. То есть у вас лето длинное, лето, там весна, осень. А не сезон вообще бывает? Не сезон это, как правило, небольшой участок лета, когда слишком большая температура на улице. Мы занимаемся обслуживанием наших участков, растений, непосредственно растений на питомнике. И не сезон это зима, когда слишком сильные ветра, знаменитые в Геленджике, Нурдос. Мы занимаемся обслуживанием растений, смотрим за их состоянием, готовим их к сезону. И отдыхаете, наверное. Ну, мы стараемся, да. Также у нас в зиму еще, кроме растений, есть камень, песчаник. Продаем его им, занимаемся. Он у нас под реализацию стоит. А что с этим камнем вообще делают? Камень используют для облицовки зданий, для выкладывания дорожек, могут использовать для фонтанов, маленьких озер, как у нас на питомнике непосредственно, для облагораживания участков. Покажите мне что-нибудь самое блатное, самое красивое. Что вот прям пользуется спросом, вот больше всего. Зачем? Хит, например, этого лета есть какой-нибудь? Ну, хит этого лета, постоянный хит, это бересклет в любом формате. Бересклет, и вот они стоят у нас рядышком. Бересклет японский. Это непотрясная аурея. Они у нас есть. Перебью, сколько лет вот этому чуду? Этому кусту в районе 10 лет. 10 лет этому дереву? Да, мы продаем не только растения, но и время, потраченное на это растение. Они у нас бывают в кустовой форме, в разных вариациях, зеленый, желтый. А время, как говорится, бесценно. Время, да, бесценно. Вот они постоянно у нас пользуются спросом, так как они ходовой товар. Они, как правило, неприхотливые, как правило, хорошо у нас зимуют. Тут очень шум, может, он перейдет? Да, пойдемте. Тут, конечно, красиво, но шум, да? Ну, класс. Магнолия грандифлора, вечно зеленая, нелистопадная. У вас рация? Да, конечно. Территория большая, нужно как-то связаться между собой. Охраняется, присматривается. Мы очень любим и ценим наше растение, наш товар. Вернемся к Магнолии. Нет, Магнолия, дайте девушка, ну, пару слов. Вечно зеленый, нелистопадный, очень хорошо его можно встретить у нас на улицах. Она хорошо нацизимует, как правило. Нелистопадный? Нет, она всегда зеленая, всегда нарядная, всегда яркая. А цветет летом? Цветет летом, у нее цветение тоже непродолжительное, но очень шикарное, фантастических размеров растения. То есть, цветок больше, чем ладонь. Сколько это стоит? 7 тысяч. Отлично. Так, что вот это такое огромное, шикарное? Огромное, шикарное, это кипарисы в чистом виде, родом из Италии, также укорененные. Метров 5, наверное, он сколько высота? 4 плюс позиция, по мере того, как они стоят у нас, они, естественно, нарастают и увеличатся в размерах. Также из крупных кипарисовик Лейланда, 7-метровый. Это вы такое привозите? Да. Вам, наверное, в фуры приходят, нет? Да, в том-то и дело, что мы привозим товар именно фурами. По 2-3 фуры. В этом сезоне у нас было 6 фур. Такого еще мы не делали. Мы очень хорошо подготовились к этому сезону. То есть спрос хороший, получается, по сути? Спрос хороший, потому что предложение качественное. Мы возьмем качественный товар, укорененный, уже готовый к высадке, полностью готовый. Что это такое? Это сосна горная в виде бонсая. Также укорененная. Непосредственно здесь мы ее перевалили в большое кашпо. Пришла на древо? Из-за курального дерева. Да, они приходят в горшках укорененных. А, они в технологических приходят, а вы порой их переваливаете? Да, все верно. А вот это что такое здоровенное на лимон похоже? Это он и есть. Это лимон в чистом виде. Он в вашем климате растет, да? В нашем климате он хорошо летом себя чувствует. На зиму его нужно будет прятать. Потому что нордоск, который ветер холодный, он дает о себе знать. Он сейчас уже отсвел, у него пошла зависть. Ждем плоды и урожай. Сколько такое добро стоит? Такое добро стоит 143 тысячи. 140 тысяч. А это что такое? Это вот бересклет, который пользуется популярностью просто в форме бонсая. То есть у вас получается, как бы, ваш клиент вообще по сути, это, наверное, какие-нибудь гостиницы, я не знаю. Частные дома, гостиницы, санатории. Потому что действительно люди у вас, все-таки не картошку же у вас выращивать. Картошка у нас плохо идет в нашем климате, согласна. Вот цветочки, да, цветы? Да. А вот это огромное дерево, это что? Это огромная двухсотлетняя олива европейская бонсай. Она плодоносящая? Да. Плодоносящая? Да, да. А плоды сейчас есть? Сейчас плодов нету, ждем, пока начнет подсветать. Огромный массивный ствол позволяет ей хорошо зимовать, как правило, в нашем климате и не боится нордостов. Ее нужно оставлять вот в таком кашпо или ее нужно будет пересадить в грунт? Ее можно как высадить в открытый грунт, так и пересадить в большее кашпо. Это ей не будет придеть ни в коем случае. То есть даже в принципе можно в кашпо ее выращивать? Да, да. В том году мы продали более 20 таких олив. Вот таких деревьев? Да. Ничего себе, класс. А у вас есть какой-нибудь рабочий инстаграм? Давайте я ваш... Да, рабочий инстаграм, конечно, у нас есть. Перекламную ссылочку оставлю в описании. У вас практически нету овощной рассады? Или вы все продали, или она у вас не пользуется спросом? Мы привозим ее в небольших количествах, она у нас быстро уходит, так как небольшое количество привозим. И в большей степени люди приезжают сюда отдыхать, а не заниматься овощами. Но такое тоже случается. Ну и какой лидер среди овощной продукции? Это будет томат. Томаты, да? Да. Томаты, огурцы, баклажаны. О чем продавали томаты? Томаты продавали по 35 рублей за куст. В рассаде она у нас была. Так же, как в принципе и баклажаны вот стоят в кассете. Тоже же зацветают. Ждут своего счастливого обладателя. Да, все верно. Зверобой. Что за зверобой такой? Декоративно-лиственный кустарник. Недавно только к нам пришел, впервые в нашем центре. Зимовать он будет? Зимовать при укрывании от ветра. Должен? Да, как правило, должен, да. А розы можете подсказать, сколько стоят? Розы у нас в ассортименте от 450 рублей. Это двухлетние саженцы. А что за розы вообще? Что за сорта? Сортов у нас больше 500 было по приходу. У нас есть отдельный каталог для удобства наших покупателей. Это все, что осталось? Это все, что осталось. Было две поляны. Они приходят у нас с закрытой корневой, то есть в комсетке. Мы их сами высаживаем, переваливаем. Ждем, пока они укоренятся. И выставляем в продажу. Понятно. Розы есть как чайно-гибридные кустовые, как плетистые, так и грандифлоры, флорибунды. Полный ассортимент. Да. А чего нет в вашем садовом центре? В вашем питомнике? У нас нет. Например, какая-то культура сейчас тебе подскажу. Не подскажу. Помогу. Которую вы купили, например, из-за висла, и больше вы плюнули на нее, и больше перестали ее заказывать, покупать. Есть что-то такое? Нет. Благодаря тому, что мы 11 лет на рынке, таких культур нет. Мы примерно знаем, что нужно возить. Ладно, а что туго идет? Вот хуже всех, например, одну, две, три заказываете за сезон. Такого я не припомню, если честно. Это не в рамках рекламы, а на самом деле. А что мало привозите? Ну, не одну, две, но там 10, там 100 штук для вас это мало заказать. Вот что вы берете аккуратненько заказать, чтобы боитесь, что может остаться? Аккуратненько заказываем, и новые позиции. Пойдемте, покажем. Вот стоят колоцедрус. Еще раз как? Колоцедрус. Колоцедрус. Да, это вечно зеленое хвойное нелистопадное растение. Тоже не подгорело, так задумано. Это его особенность, да. Цвет у него имеет коричневый цвет, отлив. Ствола? Да. А хвоя у него молодая, лимонная такая. Это такая новинка, вы ее заказали немного. Да, она у нас была два раза в размере 4 метра плюс. Мы их сразу отгрузили, продали нашим счастливым покупателям. А в таком формате мы его привезли первый раз, поэтому взяли немного. Все покупатели остаются довольные, счастливые. Конечно, мы возим качественный товар и грамотно объясняем. Прецеденты какие были? Прецеденты. Ну, погибло, там, недовольные, там, жалобы, суды. Нет, нет, мы всегда открыты. Дай какой-нибудь трэш. Трэша не было, мы всегда открыты к нашим покупателям. Если какой-то вопрос или консультация, мы всегда рады помочь. Все можно решить. Конечно, все решается. Спасибо большое за экскурсию, за такое. Спасибо вам за посещение. Еще раз, название. Ландшафт ПРО. Это мы. Садовый, не садовый центр. Питомник уличных растений Ландшафт ПРО. Питомник Ландшафт ПРО. У вас сайт есть, кстати? У нас есть сайт, да. С таким же названием. Конечно, конечно, мы всем рады. Все, я понял. Спасибо большое. Да я еще похожу немножечко, поснимаю. Пожалуйста, проходите. Да, спасибо большое. До свидания. До свидания. Привет. Привет. Что делаешь? Поливаю растения. Не кормишь, именно поливаешь? Именно поливаю. Как часто нужно поливать? Каждый день. Каждый день поливаешь? Да, каждый день нужно поливать. Они сохнут быстро, особенно в такую жару. Давно здесь работаешь? Месяц. Как тебя зовут, кстати? Оля зовут. Оля? Месяц все лишь работаешь? Да, месяц. Так вообще учишься? Учусь. То есть на лето ты на практику, что ли? Или не на практику, а сезонная работа и уйдешь, уволишься? Я здесь прохожу практику, делаю отчеты, а потом буду устраиваться официально. А у тебя что, учеба как-то пересекается? Ну да, я же учусь на ландшафтного дизайнера. На ландшафтного дизайна? Да, в Судово парковый ландшафтный дизайн. У вас такой есть, да? Да, по специальности. На практику ты летом здесь? Да. То есть ты живешь в Геленджике, получается? Ну да. Ты счастливый человек? Очень счастливый. Ну серьезно? Очень счастливый. Вообще я с севера и мне здесь немножко жарко. Жарковато? И давно здесь живешь? Второй год. А север это что? Ну я сюда приехала из города Мирного, республика Саха-Якути. Поэтому мне здесь пока еще непривычно. Я адаптировалась к климату. Ну вот стараюсь. На каком курсе учишься? Ну училась на втором, перешла на третий. А ты сейчас перешла на третий курс? Стесняюсь спросить, сколько тебе годиков? 18 лет. 18 лет? Да. Класс, супер. Спасибо большое, пойду дальше погуляю. Всегда понравится. Работа нравится? Очень нравится. А что больше всего нравится в работе? Ухаживать за растениями. А что ты еще делаешь, кроме ухаживания? Занимаюсь пересадкой, удобрениями, проливом. Также, если растение болеет, я их обрабатываю. А на объекты никакие не выезжаешь там сажать, еще что-то там? Иногда, если отражают, выезжаю. Бывает, на династию ездили. Династия это что? Это район, где много-много домов. Так. Вот. И там хозяева каждого дома, у них есть свой участок определенной земли. И они стараются по-своему его украсть. И мы там подрезаем также, занимаемся уходом. Если растение болеет, также удобряем. И лечите его. И лечим. Все, я понял. Спасибо. Пока. Пока. Привет. Что делаешь? Поливаю. Часто приходится поливать? Да. Работаешь здесь давно? Да. Сколько? Я не помню точно, где-то недели. Неделю? Месяц работаешь? Нет, так. Давно. А учишься? Да. А учишься на кого? На Светово-Парково. То есть работаешь, по сути, по специальности? Да. Нравится здесь работать? Да, вполне устраивает. А потом планируешь здесь остаться? Думаю, что да. А ты как думаешь, тебя оставят? Не знаю, думаю, да. Понятно. Спасибо. Как тебя зовут? Дарья. Как еще раз? Дарья. Дарья? Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Я знаю, что вы любите на цены смотреть, поэтому и снимаю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...